Привет всем моим зрителям! Это видео будет ответы на ваши вопросы. Я собрала не так много, буквально 7 вопросов, которые часто задают мне. И в основном их задают отдельно, как бы на e-mail пишут мне. И поэтому, может быть, эти ответы не отображаются под видео, в комментариях. И поэтому они продолжаются и повторяются, эти вопросы. Поэтому решила снять такое видео. Первый вопрос часто меня задают. Как вы пересылаете вещи с Украины уже непосредственно в Варшаву? Нам пересылают родственники наши автобусами. Самое удобное и не сильно дорогое средство, мне кажется. Узнавала я по почтой, ну не Укрпочтой, если прийти здесь на обычную почту. Польскую. То гораздо дороже, где-то в 3 раза дороже получается пересылка, нежели автобусом переслать. А так мы, как весь прямой автобус, рано утром нам отсылают с Одессы. И к обеду мы уже получаем посылку в Варшаве. Дальше, следующий вопрос, который часто мне задают, просят контакты агентства, которое помогало нам делать все документы. Я спрашивала, как будто у девочки она не против, естественно, это ее заработки, это интересно. Но, ну вы же понимаете, не могу я как-то взять, вот так вот под видео написать ее рекламу и ее номер телефона. Как-то это не сильно прилично, мне кажется. Поэтому, кого действительно интересует этот вопрос, пишите мне на e-mail. Я вам отвечу и дам ее координаты. Она живет и работает в Варшаве. То есть работает она только по Варшаве. Какое-то время она вокруг Варшавы еще там километров 50, какие-то маленькие города, села ездила. Но, если я не ошибаюсь, то сейчас она решила только по Варшаве работать. Ну, это как бы, чтобы вы понимали, что в других городах я вам не подскажу никого. Дальше. Почему у нас нету номера Песель? Мы пришли изначально, когда мы только приехали в Польшу, еще в августе месте. Мы пришли в Ужонт за пропиской. Ну, вот еще как бы расскажу этот момент, может быть, не упоминала, не помню. Нас без проблем абсолютно прописали в Ужонде местном по району, где мы живем. Очередей там никаких особо не было, два, может быть, человека перед нами было. Без проблем нас прописали в этот же день и спросили, или нужно вам подтверждение о том, что мы прописаны. Мы сказали, да, нужно. Ну, нам дали это подтверждение. И в этот же день мы пошли просить номер Песель. Нам объяснили, что сейчас такие законы действуют, что вы должны иметь карту по быту для того, чтобы вы получили этот номер. Раньше, еще года два назад, каждый человек, который имеет прописку, вне зависимости, имеешь ли ты карту по быту или нет, то ты мог бы получить этот номер Песель. Ну, вот, по крайней мере, в 2017 году, ну, то есть, нужно было иметь карту по быту. Со временем, где-то, может, спустя месяца два, я узнала, что можно написать какие-то там письменные заявления, что крайне необходим номер Песеля. Мне даже говорили там знакомые, что могут дать образец того прошения, как бы, да, того заявления, на основании которого могут дать этот номер. Ну, буквально вот в декабре месяце я пришла, думаю, ну, попробуем. Говорю, что мне нужен вот номер, да, в том же Ужонде. Девушка, как бы, очень приятная, она, ну, нормально разговаривала со мной, говорит, ну, расскажите причину, по какой вам необходима, да, этот номер. Ну, я, как бы, не пришла, не требовала конкретно, я решила так, я мимо просто шла этого, Ужонда решила, ну, да, я зайду, спрошу. Я ей объясняю, что, ну, в поликлинику, ну, там, в школе требуют, на работе, ну, перечислила просто по жизни, что нужно. Она говорит, девушка, вы понимаете, мы можем сейчас с вами взять все ваши, там, копию зазволанья, копию умового братья, собрать заявления, собрать еще какие-то, там, документы и организовать вам этот номер. Ну, это очень длительный процесс, долгий, как она объяснила. И она посоветовала, придите к нам с начала 2018 года, где-то в середине, в конце января, придите. И вступит в закон, вступит в силу закон о том, что, вот как раньше было, каждый, кто имеет прописку, тот может иметь и номер ПЭСа. Она говорит, вот-вот он уже вступает в силу, поэтому, ну, так как мы уже прописаны, то есть она говорит, я вас сегодняшним же числом, как вы придете, сниму с прописки и потом заново зарегистрирую, и, соответственно, вы получите этот номер ПЭСа. Ну, я еще не ходила, как пойду туда, расскажу свою историю, как оно было. Ну, вот, ответила на вопрос, почему у нас номера ПЭСа или нет. Следующее, 500+, тоже спрашивают, почему у нас нету выплат на ребенка 500+, 500 злотых в месяц. Как мне рассказывали мои коллеги-польки, у которых есть дети, которые получают эти деньги, но они рассказывают, что для того, чтобы получить эти 500 злотых в месяц на первого ребенка, у вас должна быть зарплата вместе с мужем, то есть две зарплаты в брутто не должна превышать 3900 злотых. То есть в брутто, не в нет, а в брутто, то есть грязными, да, вот с процентами, вы должны иметь менее 2000 злотых в месяц. Ну, это очень мало, как бы, это если вот люди минималку получают, то, может быть, они могут иметь эти выплаты. А на второго ребенка, вне зависимости, какая у вас зарплата, вы имеете право получать на каждого, ну, второго и последующих детей, на третьего и так далее, эти выплаты. То есть у нас зарплата вместе выше, чем 3900, поэтому мы не имеем права получать эти 500+, выплат на ребенка. Дальше, следующий вопрос, который мне задают, учил ли наш ребенок польский язык до отъезда? Мы брали занятия, к нам приходила преподавательница, наш ребенок присутствовал на этих занятиях, ну, она, вы же понимаете, подход к ребенку, подход к взрослому человеку, это две разные вещи. Она просто сидела, слушала, какие-то буквы послушала, это было занятие 2, и потом она даже не заходила. К нам мы сидели, сами занимались, то есть можно сказать, что она не учила польский язык до отъезда. Начала она его учить уже непосредственно тут в Польше, в школе. Дополнительно на курсы никакие она не ходила, ну, и, как я уже рассказывала, у нее есть индивидуальные занятия по польскому языку в школе. Дальше, еще какой вопрос задают мне? Зарплаты, какие в Польше зарплаты? Я рассказываю только то, что я слышу, я не знаю точно по законодательству, какие там минимальные зарплаты, то, что я слышу. Ну, говорят, что 1600 там с чем-то злотых, это самая минимальная зарплата. Общалась с родителями верных друзей по школе, они поляки, и, ну, они сами вот рассказывают. 2000 злотых, это такой минимум, который люди могут тут зарабатывать. В основном, это как бы приезжают вот наши иммигранты с Украины, да, вот они получают вот такую вот зарплату для начала, для старта. Либо выпускники из институтов, студенты также, может быть, которые там заочно учатся, они получают вот такую вот зарплату. То есть этот старт для рабочей деятельности в Польше. Дальше, средняя зарплата, вот это, опять же, мне Полика это рассказывала, средняя зарплата 4000 злотых. И такая уже более высокая, это там 6-7 и так далее, 1000 злотых в месяц зарплата. На примерах, то, что я знаю, в супермаркетах такого среднего масштаба, не гипермаркеты и не маленькие там магазинчики во дворах, а такого среднего масштаба супермаркеты, на кассе там можно зарабатывать 3-3,5 тысячи злотых. Допустим, и опять же, но график, конечно, чуть больше, если все зависимости, они все считают по часам. То есть минимум это 9 злотых в час, это, ну это мало, но это такая минимальная как бы зарплата, на которую можно рассчитывать. Если я не ошибаюсь, то по закону больше 8 часов в день ты работать не имеешь права. Поэтому нужно искать сразу, не рассчитывать на то, что вы пойдете на 9 злотых в час работать и будете работать по 10-11 часов и больше получать. Ну тут это сложно. Вот я, как знаю, вот у меня знакомая, она так пыталась работать, но как-то ей там не разрешают. И даже элементарно у нашего папы, он тоже, он не имеет права работать больше, чем 167 вроде бы часов в месяц. Ну я так приблизительно говорю, не имеет права просто. Даже если он будет в один день работать 12 часов, то на следующий день ему поставят график, что он будет работать 6 часов или там 7. Потому что он не может перерабатывать там это количество часов за месяц. Поэтому лучше искать больше зарплату в час, чтобы больше зарабатывать, правильно? Ну вот, какие еще я слышала? Водители автобусов. Очень много требуется, вот даже в автобусе самом объявление постоянно светится на экране. Слышали не из одних уст, что у них зарплата брута где-то 5-6 тысяч. Ну то есть нормальная зарплата. Что еще? Ну, слышала я тоже, когда мы помощниками на кухне, на фабриках работают. Ну то есть 2,5-3 тысячи они зарабатывают. Ну это то, что вот на что мы можем рассчитывать, когда мы только переезжаем, это 2-2,5 тысячи. Вот на это вы можете рассчитывать. Если вы там не какой-то специалист, там со знанием польского языка, это все совершенно другие истории. Я говорю про таких, как мы, которые приехали без знаний польского языка, у нас нет такой профессии, которая будет тут востребована. Ворчи, допустим, тут востребованы, да. Может быть юристы, я так думаю, что можно юристам устроиться. Опять же, если ты знаешь язык. Вот так вот, начиная с чего-то, начиная с каких-то там низов и стараться там дальше продвигаться, то вот 2-2,5 тысячи вы можете рассчитывать на такую зарплату. Так, и последний вопрос, который я вот выписала себе, это могу ли я чем-то помочь? То есть занимаюсь ли я услугами в помощи при переезде? Я не могу вам сделать ни приглашения какого-то, у меня нет фирмы, мы не можем как бы с визой помочь. Ну я вот сидела, думала, у меня часто задают вопросы, не могли бы мы помочь в поисках квартиры. Ну я вот подумала, что вот, наверное, единственное вот это, мы через это проходили, я могу в принципе на сайтах искать, или вы можете, допустим, сами искать эти квартиры, присылать мне, пойдите, посмотрите, пофотографируйте, пришлите фотографии и скажите свое мнение. Да, это я в принципе могу сделать. Если, как бы, кому нужна такая помощь, вот из всего, что вот через, через что мы проходили, то, наверное, вот поиск квартиры, это самое такое, то, что в моих силах в принципе вам помочь. Ну и опять же, конечно же, наверное, ставлю рамки до реки. То есть за реку я там уже ехать не буду, это мне далеко, это совершенно другой конец города для меня. Где-то не так далеко от наших, ну, как бы до центра города, так от конца города с нашей стартной эскабатов до центра города, я могу поискать, посмотреть квартиры, если кому это необходимо. Я не собираюсь этим, как бы, заниматься, но я добрая душа, если кому надо, то могу помочь. И опять же, обращайтесь со всеми такими вопросами, на e-mail мне пишите. Чем могу, помогу, что смогу, подскажу. И только, судя из моего личного опыта, дам какую-то информацию, если она будет полезна. Ну, все, ответила на такие вопросы, если что, пишите, задавайте, пишите комментарии, ну и подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok